Бренд украинское вино сейчас только создается, потому что несмотря на то, что такие долгие традиции, были успехи в конце 19 века, фантастические, когда вина крымские, бессарабские вина занимали первые места, коньяк шустов, шампанское крымское на выставках в Париже, но они не ассоциировались как украинское вино. Это было вино с Россией, крымское вино, бессарабское вино. Надо сказать, что в конце 19 века, когда филоксера практически уничтожила большую часть виноградников в Европе, производилась именно с Крымом и в основном с Бессарабией. Это компенсировало снижение уровня производства вин в Европе, но это не ассоциировалось как украинское вино. В советское время это было тоже вино Советского Союза, значит, крымское вино, там вино Одессины, тоже не формировался бренд украинское вино, это было там советское вино. И при том, что тоже были достаточно серьезные успехи, особенно по крымским винам Массандра, по болградским винам, по винам Шабо, но, к сожалению, вот та тенденция на производство большого количества вина, на массовое вино, ну, наверное, на тот период была оправдана. Надо было, чтобы на столе у каждого рабочего, у крестьянина была бутылка вина, на новый год, на день рождения была бутылка шампанского. И это, как бы, стимулировало большие урожаи, большие заводы и так далее. Естественно, ну, в какой-то степени потеряли качество и потеряли, как бы, современные технологические методы, которые нарабатывались в таких странах, как Италия, как Франция, как Испания. И к началу независимости Украины такого бренда не существовало. Значит, развалился Советский Союз, независимая Украина. Естественно, эти предприятия выживали, как могли. Значит, производился первичный виноматериал, значит, его продавали под низким ценом в Россию, в Казахстан, в больших количествах платежеспособность, низкие цены снижались, надо было еще больше виноматериала, потом появились различные фальсификаты и так далее. И вот видная отрасль, она, ну, 90-е годы, она пережила, вот, начало 2000-х, ну, очень тяжелые времена. Это, можно сказать, что данный, вот, на сегодняшний день ее можно охарактеризовать, как вот после реанимации, вот, вот эта отрасль, просто ее надо было реанимировать. Значит, потом был сделан очень серьезный такой качественный скачок в законодательстве, когда была, был принята 1% надбавка, где финансировались насаждения виноградников, значит, их обработка, там, до первого урожая. Это каким-то образом оживило, значит, отрасль, начали возрождаться виноградники. Почему? Потому что основная часть виноградников была брошена, и они были в ужасном состоянии. Почему? Потому что при распаевывании земли, значит, была допущена такая колоссальная системная ошибка, когда многолетние насаждения, как бы, были отделены от пахотных земли и тоже распределялись на всех пайщиков. Например, вот, есть виноградник 100 гектаров, а есть, там, тысячу человек, которым надо было распаевать землю. И вот всем надо было давать по, там, по 10 соток. Естественно, этот массив виноградников был разделен на участки 10 соток, значит, был передан, естественно, никто не будет его обрабатывать по 10 соток. Значит, а взять в аренду, это виноградник, там, его можно, если брать, то брать надо на 50 лет, на 49 лет, потому что даже 25 лет, это короткая аренда, а люди не давали, почему ждут вопроса приватизации земли. И вот это неопределенность с точки зрения многолетних насаждений, почему у нас по Украине практически все сады, которые были колхозные, совхозные, они в ужасном состоянии, и все виноградники в ужасном состоянии. Потому что это была системная ошибка, и вот я всегда предлагал, когда вот вводили мораторий на приватизацию земли, исключить оттуда многолетние. И первым этапом на приватизацию пустить виноградники и сады. Будет хозяин, он будет знать, что это земля его, он посадит виноградник, и этот виноградник будет на протяжении, там, он будет жить 60-70 до 100 лет, как это во Франции, как это в Италии или Испании. Но это, к сожалению, не сделано. Учитывая это, вот это новое насаждение, естественно, там собирается урожай, и объем посадок растет. Вот если меня память не изменяет, в советское время было больше 200 тысяч гектаров. Сегодня это порядка, может быть, чуть больше 100 по Украине. Если сказать о том, что в каком они состоянии, то живых, я думаю, ну, порядка 60-70 тысяч. Ну, я могу ошибаться, я сразу не претендую на точность этих цифр. И, что касается производства, то работали крупные предприятия, которые выпускают десятками миллионов бутылок вина, потому что так они были запроектированы, построены. И, естественно, с точки зрения качества, они, ну, как бы не отвечали современным европейским требованиям. Во-первых, не было традиций, во-вторых, не было достаточно хороших виноградников и винограда для хороших, очень хороших и великих вин. И, во-вторых, рынок сбыта украинского вина, он был сориентирован на страны бывшего Советского Союза, которые привыкли потреблять очень дешевое вино и вот в таком качестве. Но, несмотря, и, к сожалению, на сегодняшний день эта традиция, вот эта тенденция, она не поломана, она продолжает идти. И, как таковое, вот когда 8 лет мы начали заниматься вином, я очень часто слышал, как от коллег иностранных, как от потребителей в Украине, в России, что украинского вина априори хорошего быть не может. Вот априори, и дистрибьюторы, и так далее. Поэтому начали завозиться вина из Франции, из Италии, из Испании, которые, может, первые годы были качественными, но потом рынок есть, значит, естественно, те производители тоже начали производить как можно больше и как можно дешевле вино. И вот последние годы очень часто появились вина из таких, особенно нового света, там, испанские, французские, очень много, которые, ну, как бы, они не отвечают тем европейским стандартам, которые приняты в Европе. Я думаю, что там эти вина бы вообще не употреблялись. Но, не насмотря на это, есть виноделы, потомственные, патриоты своего дела, которые посвятили свою жизнь, которые начали возрождать, создавать, не возрождать, а создавать бренд «Украинское вино». Создавать, я подчеркиваю. Значит, ну, я могу отнести к таким людям, это семья Гулиевых, значит, вот в Одессе, в Одесской области, это Шаба, В. Горгиевич, Ису Кидзе, Ибу Кидзе. Значит, и это, там, Инкерман, это, вот, крымские вина, которые задумались о том, что, ну, дальше производить много вина невысокого качества, это не перспективно. И были, вот, первые попытки, когда появились вина Гулиевых, авторские вина, когда Шаба начала делать резервы и так далее, когда Инкерман начал делать резервы, там, Магарач и так далее. И, но, всегда очень сложно при параллельном массовом производстве, ну, как бы, достаточно сложно делать какие-то партии такого вина, которые бы отвечали европейским стандартам. Потом появилась группа виноделов Крыму-Эссе, которые тоже, они небольшие объединились и производят, вот, качественные, достаточно качественные вина. И, вот, таким образом, зарождался, начал зарождаться, бренд, украинское вино. В том числе и мы, когда начали заниматься виноделием 8 лет назад, у нас было, ну, как бы, и сложности, но и преимущества. Значит, сложности в том, что начинать заниматься виноделием на пустом месте, при той конкуренции, при тех традициях, как украинских виноделов, европейских и так далее, это, казалось бы, это миссия невыполнима. Но мы, вот, со Светланой Григорьевной, как-то, как-то она верила в это, и она меня убедила, что эта миссия может быть выполнимой. Это был больше социальный проект, потому что, чтобы показать потенциал родного края Бессарабии, Придунайской, этого региона, эти традиции, тем более изучив историю, еще начиная со времен Древней Греции, это там была Мизия, это Римская империя, 19-й век, 20-й век, природные, климатические условия там, это граница Средиземноморья, ну, как бы там сам Бог велел производить очень хорошие вина, и учитывая то, что в 19-м и вот начале 20-го века там производились вина, которые ценились в Европе. И поэтому мы создали торговую марку «Колонист», и, я говорю, при тех всех сложностях, которые были, и финансовых, и организационных, ну, что это в эпоху, вот в тот период, начало 2000-х годов, это было все очень сложно, но и были позитивные моменты, когда мы начинали с нуля, абсолютно на голом месте, мы могли внедрить новую идеологию, мы привлекли специалистов из Мозеля, наших друзей-энергетиков, и этот самый, мы привлекли наших друзей-энологов из Франции, но нам еще повезло, что мы это создавали, как бы на базе, и персонал лаборатории исследовательской, которая была в нашем селе по адаптации виноградарства в том регионе, там высочайшие квалификации, это семья Заднепряных, это лаборанты, энологи, виноделы, они оказались не у дела, они не нужны были государству, хотя они в течение, там, 50 лет, эта лаборатория занималась исследованием вин, исследованием всех сортов, и как бы, чтобы это сохранить, мы создали торговую марку колонист. Но с самого начала, вот, моя супруга Светлана Гриорина, она, как бы, определила философию этого проекта, которую мы сейчас, как бы, придерживаемся, как, ну, я не знаю, как заповеди, и от них отступать нельзя, это первое, что мы создаем традиции, мы исходили из того, что традиции можно возрождать, можно продолжать, но во все времена было место создавать традиции, и почему мы можем только жить на традициях наших дедов, отцов, прадедов, почему мы не можем создать, поэтому мы решим, мы создаем традиции, второе, мы делаем честное вино, мы производим честное вино, и производим вино для всех, как для себя, ну, можно долго объяснять, что такое честное, но я всегда говорю, ну, может быть, лучшее, может быть, хуже, в зависимости от года, в зависимости от винограда, от сорта, но оно честное, я думаю, что слово честное, оно, как бы, объясняет само по себе, у нас нет мысли о каких-либо отклонениях, от ГОСТов, технологий и норм, наоборот, мы их ужесточаем, третье, мы, наше вино должно быть желанным, мы его не навязываем, у нас нет агрессивной рекламы и так далее, и мы проводим дегустации, мы приглашаем гостей, мы построили дегустационный зал в селе, очень много к нам гостей, из Киева, Одесса, зарубежная, послы, министр, бизнесмены, вот у нас на майские праздники, наверное, вот за 10 дней посетило, ну, наверное, человек 200 различные группы, вот на дегустации они приезжают, мы знакомы с нашим вином, проводим в Киеве, во всех городах Украины, и мы в последнее время, вот последние несколько лет, у нас есть приверженцы нашего вина, это очень много там семей в Киеве, в других городах, которые, когда они побывали, они попробовали наше вино, и, в принципе, они пьют только наше вино, и у нас появилась последняя вот философия, мы хотим, чтобы наше вино стало частью судьбы его почитателей, и очень много людей, которые, ну, как бы они уже не задумываются, какое вино пить, или они идут в Гудвань, там, в другие магазины, они сразу идут за колонистом, это вот такая последняя философия. И нам действительно повезло, потому что фантастический терруар, это средиземноморский климат на берегу озера, самого большого на Украине, это люди сельские наши, вот, болгарское село, у которых виноделие, они в генетической памяти, это даже, вот, его не надо учить, у него в генах уже заложено от прадедов, как обращаться с этой лозой, что делать, и вот это мы когда проводим семинары, вот сейчас приехали французы, французские виноградари с Марго, которые проводят семинары по обрезке лозы, по новым технологиям, по потом, там, подвязыванию, чеканке, и все, они просто удивляются, говорят, это, ну, как бы, это настолько люди профессиональные, просто им надо подсказать, что сегодня наука говорит, что надо там 8 гроздей оставить, а не 15, что надо ее, и они быстро все схватывают, все делают, потому что это любовь к лозе, любовь к этому и желание сделать хорошее вино, оно просто генетическое, поэтому нам очень сильно повезло, это, ну, как бы, очень легко. Это профессиональные виноделы наши, это Лидия Антоновна Заднепрянная, это те, вот, вот, которые работают аналоги, и которые тоже высочайшей квалификацией люди, и, естественно, консультанты наши, Оливье Дагар, Катиса Козу, вот сейчас Эрик, Кристина Мари, которые, они комплексно консультируют, они приезжают 8 раз в году, по 2-3 дня, начиная от виноградника, значит, обработки, и, кстати, мы сейчас работаем еще компанией, французская, не помню, как она называется, но есть, Бертран Грас, который поставляет технику для виноградовства, и таким образом мы, как бы, объединили, значит, новая технология, новая техника современная по обработке виноградников, такая самая передовая, новая, как бы, консультации виноградарей с Морго ООО о том, чтобы как подрезать, обрабатывать виноград, при том, что мы принципиально садим украинские саженцы, это принципиально, мы просто хотим показать потенциал, в том числе, и наших виноградарей, и этих самых саженцев, и потом оборудование непосредственно для производства вина, которое поставляется для переработки винограда, и консультации, эти самые препараты, которые поставляет нам тоже французская компания, очень известная, и консультации технологу высочайшего класса. И таким образом я могу сказать, что бренд торговой марки «Колонист» это часть бренда «Украинское вино», которое мы стараемся, это как составная часть, которую мы помогаем создавать, и без ложной скромности я могу сказать, что нам что удалось через пять лет работы, когда мы начали производить вина, уже вот так комплексно, значит, нам, ну, наши вина, мы их презентовали, украинское вино сухое два раза в парламенте Великой Британии. Второй раз, после первой презентации, вот бывший генсекретарь НАТО Джеймс Робинсон, он не верил, и он настоял на второй презентации. Мы второй раз ездили со Светланой в парламент, депутаты британского парламента, и торговая марка «Колонист», значит, мы это делали. Мы, наше вино, потом стали мы поставлять в Лондон в небольших количествах, сразу могу сказать, это около двух с половиной трех тысяч бутылок в год. Это очень затратный, вообще бизнес такой, он неприбыльный, но это имиджем, именно для создания бренда украинского вина, и наше вино есть в винных картах вот французских ресторанов в Лондоне, где хозяева французы, в трех ресторанах. Наше вино, значит, в одно время продавалось, там, ну, короткий промежуток, ну, это где-то было в месяца три-четыре, в Альберт-Холле, значит, в Лондоне. Это для нас было очень престижно, потому что, ну, они там меняют, как бы, бренды, они постоянно, ну, Альберт-Холл, со всего мира, и они на какой-то период выбрали наше вино, наше вино продается в винном бутике в Лондоне, рядом с Херетцем, украинское вино, но самым большим успехом, я считаю, для нас, это то, что наше вино, вот, в ресторане, в Бордо, в винной карте, и это была очень такая долго интересная история, когда хозяин не верил, мы с ним там даже чуть-чуть так психанули, такой горячий француз, значит, я тоже мне не понравился, потом мы помирились, он прислал своего сомелье за свои деньги к нам в Криничное, проверил все вина, и вот, есть такой ресторан или эстакады, там винные карты, тоже небольшое количество, но вино украинской торговой марки, колонисты, я иногда шутил, когда я ему говорю, потому что вот Пино Нуар в Бордо нет, Пино Нуар только в Бургундии и Олиготе, но, хотя берут у нас и Мерло, и Кабарне, я говорю, вы, наверное, для того, чтобы не брать Бургундии, чисто из таких соображений, люди украинские, говорят, это только качество, и мне очень приятно, когда вот, я был в Бордо, и мы зашли к нему в ресторан, и там сидит семья таких обеспеченных французов, и, значит, сомелье им предлагают, и они потом, говорят, это удивительно, это такое очень хорошее вино, он показал, что вот хозяин сидит, только они поздравляли меня, ну, такой народ взрослый, производят яхты, это предприятие, которое яхты производит, это такая большая семья, 8 человек, 3 поколения, вот они пришли, кстати, слово сказать, что вот в Бордо, главным рестораном является не шеф-повар, а главным сомелье, они приходят, предлагают вино, а потом они уже заказывают еду, это, это я считаю, серьезным достижением для бренда украинское вино. Вместе с другим производителем уже в рамках Украинского бюро винограда и вина, который я возглавляю, вот меня коллеги избрали, кстати, я еще являюсь членом Европейского совета профессионалов вина, и вот совсем недавно меня, как бы, избрали, я всегда, назначили министром виноградовства и виноделия СССР, это комиссия, это комитет по виноградовству и виноделию между правом комиссии стран СНГ. Мы проводим уже с другими производителями, мы на Украинском форуме экономическом в Лондоне вместе с такими производителями делали презентацию Инкерман, Шабо, Гулиевых, потом мы делали недавно презентацию в посольстве Украины в Греции и тоже этих производителей и абсолютно все у них реакции, что это открытие, что в Украине делают такие вина, почему вы молчите, почему вы закрыты, почему и так далее. Даже вот был такой случай, когда в Лондоне мы презентовали вот наше вина, приехал посол Чили, это было в посольстве Украины и Великобритании, посол Чили, и он, когда попробовал вину, начал на Айпаде искать карту Украины, посмотрел, говорят, это же большая страна, это же наш конкурент, вот там типа будущее, вот такая реакция была, это как бы говорит о том, что потенциал колоссальный, ну и самым большим достижением, последним, это было, когда мы вместе с Трубецкими, а, я забыл, это же и Трубецкие, вот князь Трубецкой, они очень большие молодцы, потому что я, ну, как-то их не упомянул, потому что они следующие, наверное, потому что там они работают по тому же принципу, как и мы, хотя у них это предприятие осталось, как бы, ну, они купили уже раньше, было это, Парлына Степо, Семит Украины, но там работает тоже Энолог Оливье Дага, там тоже Винограда Рис Бордо, они на очень правильном пути, они большие молодцы, и они прогрессируют очень быстро, и вот сегодня Вина Трубецких, ну, очень достойные, и, ну, как бы, у нас уже такая сложилась очень добрая, хорошая конкуренция между колонистами Винами Трубецких, и все смеются, говорят, какая-то конкуренция, когда один и тот же Энолог консультирует, и так далее, но это была идея вот Светланы Георгиевны, что чем больше будет, тем лучше, и мы абсолютно спокойно и даже радуемся за своих коллег, и вот Вина Трубецких был экономический форум в Лондоне, там на стадионе Челси, в их, мы презентовали Вина, было очень много англичан, мы, вот Трубецкие тоже были представлены в Греции, Трубецкие были представлены в Белоруссии, когда посол попросил меня, потому что на дни Украины, и мы сейчас, все посольства Украины, в других странах, в Брюсселе, в Бельгии, и так далее, они всегда обращаются, и уже им, и они с удовольствием, с гордостью, послы ставят на стол на встречах украинское вино. Пять лет назад этого не было, потому что, ну, всегда приходилось иногда краснеть. Я думаю, что это вот, вот возрождение бренда Украинское вино, он уже родился, этот бренд, его надо развивать, его знают уже во всем мире. Вот мы были на выставке Виталий Вин Италии, и тоже показали наши вины, и там, кстати, и Трубецкие, Шабо, другие презентовали свои вины, и были очень хорошо оценены. Мы показали торговую марку колонист представителям Бразилии, Колумбии, которые сейчас хотят покупать вина, потому что у нас вина, и они говорят, это как бы, я говорю, почему вы хотите? Ну, это честное вино, ну, вот у вас Чили, там, рядом, Калифорния, ну, рядом, не рядом, это очень интересно, потому что старая Европа, она старая Европа, старые европейские традиции, а не европейские традиции, тем более у нас, и в Крыму, это же говорю еще со времен Древней Греции, потому что в Чили, по всем своем уважении, к чилийским винам, Аргентинам, там нету генетической памяти, а вино, это такая философия, это такой продукт живой, что это должна быть многовековая история, это должно быть, хотя там делают замечательные, фантастические вина, но здесь есть особенность, которую абсолютно надо использовать, и учитывая то, что вот сегодня Украинское бюро винограда и вина именно проповедует над брендом украинское вино, над честным вином, над вином высоких стандартов, вином высокой кухни, и мы сейчас говорим о том, что вино для европейцев, для французов, он не является, не является алкогольным напитком, и это не есть продукт питания, даже в законодательстве это отдельная отдельная философия, потому что они говорят, ну как я всегда говорю, мудрее вина и хлеба ничего человечество не придумало, и когда я спрашиваю, вот, а какое законодательство, там, как алкогольный напиток, мне говорят, Иван, кровь Христова не может быть алкогольным напитком, и не может быть, это, это, говорит, невозможно, это совсем другое, у нас, естественно, они совершенно по-другому к этому относятся, но для, к сожалению, сегодня эта ситуация как бы вот-вот-вот усилиями вот этих производителей как бы бренд «Украинское вино» он становится все известней и отношение к нему меняется, но я боюсь, что при той ситуации законодательной базы тех нормативных документов мы не сможем продвинуться вперед. Почему? Первое, ну, во-первых, вопрос с землей не решен под виноградники, виноградник это многолетнее растение, хорошее вино получается, где винограднику не имеет 25 лет, 30, 40, 50, могу сказать, что вот во Франции есть виноградник, которому больше 90 лет и его перепродают, покупают один хозяин, второй, ну, я с одним очередным хозяином разговаривал, я говорю, а как вы обрабатываете все, ну, он мне такую фразу сказал, я, говорит, на этот виноградник без разрешения государства на свой виноградник могу только смотреть, когда я вступаю, я должен спрашивать разрешение, ну, он как бы чуть-чуть утрировал, но на самом деле вся обработка, агротехника, химикаты должны согласовываться с государственным органом, потому что государство говорит, да, это твой виноградник, да, ты его купил, но это вторично, а первично это то, что это достояние Франции, потому что мы не можем позволить, если тебя какая-то муха укусила, и ты там психанул, давай это, это, и он пропадет, это сначала, это достояние Франции, а потом это уже твоя собственность, представляете, какой подход государства к этому, почему, еще Наполеон, почему Наполеон в 810 году принял жесточайший закон по стандартизации виноделия, классификации и так далее, и было два самых тяжелых наказания в законодательстве, за убийство и за нарушение закона о фальсификации вина, и нарушение за, почему, а потому что вино являлось основным экспортным товаром и основным источником поступления в бюджет, и Наполеон говорил, да, вы виноградарь и виноделы, но государство превыше, я не могу позволить частному там этому, если у него он не профессионал, чтобы он как бы испортил, как бы зипсувал, испортил имидж французского вина, поэтому в Бургундии вы должны сажать только вот это и делать вот так, в Ордово так, там, Маргова так, и вы тогда будете делать хорошее вино, будете продавать, будете платить налоги, будет армия, будет школа, будут суды и все остальное, такой правильный подход, у нас, к сожалению, этого понимания нет, во-первых, это земля, и, потому что сегодня невозможно посадить, это только садятся виноградники на землях госрезерва, которые можно взять в 49 лет, а пои, это очень сложно, ты можешь на 5, на 10, на 15 лет, это раз, и лоза, она требует, вот, вот, есть кусок твоей земли, ты посадил, это, оно передает, и это, это очень длинный проект, виноделие, это не на одно поколение, это на два, на три поколения, потому что, вот торговая марка колонист, вот, может быть, мы сейчас выйдем на рентабельность, а купится оно, ну, наверное, уже мой внук будет получать какую-то такую, дай бог, прибыль, а сын еще долго будет кувыркаться с этими всеми проблемами, поэтому это вопрос земли, это номер один, если он не будет решаться, тогда перспектив нет, виноградник должен быть, собственник должен быть собственником земли, это вот его, вот он должен душу туда вложить, а в чужое, как обычно, душу не вкладывают, это первое, второе, принят закон, непонятный для меня, это было, три, четыре года назад, четыре года назад, об оплате лицензии на оптую торговлю, если она до этого вообще не стоила ничего, где-то 700 гривен, потом это было, там, около, там, какие-то тысячи, около 20, потом был принят закон платить 500 тысяч в год за лицензию, за оптовую торговлю, независимо от объема производства, это ставит крест на создании производств виноделин под созданием, как бы, шато по типу европейских, потому что там, если производится 200 тысяч бутылок, это уже большое предприятие, там вот есть шато, я не помню, кто производит, 7 тысяч бутылок, и там по высокой цене и так далее, но, и у нас это не сейчас невозможно, потому что сколько бы ты ни производил, или ты производишь 30 миллионов, как крупные производители, платят 500 тысяч гривен, или ты производишь 100 тысяч бутылок и платишь 500, это абсурд, это алогично, это преступно, даже по отношению к стране, это просто преступно, но, или интересы этих крупных предприятий, хотя не все говорят, да, мы заинтересованы, или это просто, как во многих случаях, это абсолютная алогичность подготовки, подписания, написания этих законов, почему, потому что, ну, я не верю, дай бог, чтобы кто-то мне показал, что можно делать 30 миллионов бутылок или 40 вина высоких европейских стандартов, поэтому производители должны быть, должны быть и большие, но маленьких производителей должно быть очень много, они будут конкурировать, вот как у нас сейчас конкуренция, такая добрая, хорошая, мы встречаемся, это Колонист, это Гулиев, это Эссе, это Трубецкие, вот 4 небольших производителя, которые, ну, такой вот этот объем, и мы постоянно там спрашиваем, а как там, на том конкурсе вина Трубецких, о как Гулиевых, они спрашивают, как Колонист, мы там делимся опытом, потом пытаемся на следующий год, там Шердоне, вот у нас 2010-й, Шердоне, ну, все говорили, что вот Шердоне, Гулиевых, 2010-м, это уже мы в 2011-м, это Шердоне, это правильно, это естественно, и только при таком подходе будет вот развиваться, как будет повышаться качество от украинского вина, вот именно вот этих средних производителей, которые должны стать основой, и естественно, они как локомотивы будут подтягивать и больших производителей, потому что они, во-первых, увидят, что перспектив нету производить некачественное, но второе, что потенциал Украины позволяет, и когда они говорят, вот Украина, мы же не Бордо, нет, что значит не Бордо, вот посмотрите, вот Бессарабия, вот я просто скажу, что где-то полгода назад один из ведущих, винных экспертов Британии, Осклар, зашел в ресторан, французский, в Лондоне, и ему хозяин, говорит, мистер Кларк, он знает, что это в пятерке, потому что, этот самый, Паркер, Хью Джонсон, Джессика Робинсон и Оскларк там, мистер Кларк, хотите я вам покажу интересное вино, вот у нас есть, он откуда, из Украины, где Украина, где вино, для Оскларка, он им наливает, он дегустирует, значит, ну, закончилось тем, что он нас пригласил вместе с Трубецкими, и с нашего, это в Лондон, был он, еще два эксперта, журналисты, и мы провели дегустацию в пятизвездочном отеле, вышла потом статьи, вот, украинского, сухого вина, торговой марки, колонист, и Трубецких, и, значит, Оскларк, это была, это процедура, была часов, часов четыре, мы начали где-то в три часа, потом закончили в семь, и потом ужинали, но очень внимательно посмотрел, для меня это было, ну, как бы, высшим достижением, вот, нашей торговой марки, колонист, потому что, Оскларк, даже, что он захотел попробовать, он нас пригласил, представляете, попробовать, не мы там навязывались, этот самый, он нас пригласил, и, когда я ему сказал, что, мистер Кларк, вы для меня, как небожитель, почему, потому что мы со Светланой Григорьевной первую книжку про виноделие, потому что мы энергетики, всю жизнь занимались энергетикой, законодательством, все, первую прочитали вашу, и вы для нас, как вот, как первый учитель, как первое, все, и мы, я никогда не прохожу, если переводится какая-то ваша книга, я всегда их покупаю, справочники и так далее, значит, ну, ему было приятно, мне тоже очень приятно, я там, познакомился с вашей биографией, ну, как бы, очень рад, потому что человек, который всю жизнь занимался энергетикой, правительством работал, там, и так далее, он занялся вином, и вы делаете это вино, я думаю, ну, он искренне об этом говорил, ну, и, он подарил две книги, я просто хочу, вот у нас они на сайте есть, показаны фотографии, он привел две фразы, и, под надпись, там, Иван, это, дорогой Иван, это великое начало, я могу себе представить, какие вина у вас будут через 10 лет, почему, потому что мы показываем молодые вина, 2011-2010, и мы их продаем молодым, говорит, оставьте, оставьте Мерло 2009, ну, через 5-6 лет, 7, оно взорвется, такими, потому что кофейное, ну, он чувствует кофейные тона, они потом взрываются, ну, фантастическими ароматами, ароматами и фантастическим вкусом, ставьте ваше Каберне Мерло, у него потенциал от 8 до 12, 15 лет, я могу себе представить, и второе, то, что мне особенно приятно, он написал, что, благодаря торговой марке «Колонист», Бессарабия займет, не должна занять, а займет достойное место в винной карте мира, ОС Кларк, я думаю, что это высокая оценка, и это, опять же, вклад вот в бренд «Украинское вино», мы его пригласили, он с удовольствием, мы планируем, может быть, осенью, если у него по расписанию и получится, а если нет, то уже на следующий год, весной, к маю месяцу, значит, он обязательно приедет, и мы ему покажем, и мы открываем для такого гуру, для такого сдатака, как ОС Кларк, бренд «Украинское вино», там были и вина Трубецких, которые тоже очень высоко были оценены им и экспертным, поэтому вот должны вот таких производителей быть очень много, закон, есть поддержка министерства, есть поддержка всех этих там министерств, но министерство финансов, значит, оно у него такая, всегда позиция бабы, а против всего, то, что уменьшает бюджет, но если внимательно посмотреть, там бюджет не уменьшается, можно сделать дифференцированно от производимых, сделать, пусть там, это сколько, 70 производителей, это там 30 миллионов, это денег в бюджет, если взять, предположим, 50 миллионов, увеличить на 20 миллионов, 50 миллионов, и их распределить, чтобы дифференцированно платили каждое от количества бутылок, или при покупке акцизной марки, или еще что-то, для того, чтобы, потому что, если очень много желающих делать, покупать небольшое оборудование, делать небольшой объем вина, ну, они не могут, это 500 тысяч, и поэтому, вот, первички, которые гонят, большой объем, а потом не знают, что с ним делать, как его продавать, это подтянет и виноградарство, потому что, это целый, и не надо ничего придумывать, это Европа, это европейская практика проходила, потому что мы, когда придумываем нашу, какую-то украинскую новую хаву, оно всегда, мы думаем, что будет так, а оно превращается в противоположность. Проводили фестиваль, вот, в прошлом году, в экспоплазе, вот, я недавно слышал, меня не было, вот, поляна проводила, ну, поляна проводила по винам, которые завозят, мы в этом году будем проводить фестиваль, мы проводим дегустации по всей Украине, мы работаем, и я думаю, что отношение к украинскому вино начинает, как бы, чуть-чуть меняться, и бренд украинское вино становится узнаваемым, не только на Украине, но и, и не только в Европе, вот, я вам говорил про заинтересованность Южной Америки, вот, страны Южной Америки, в приобретении наших вин, так что мы будем дальше работать, я думаю, что совместно и этот вопрос, лицензию, решим, и уже сформируется, такой устойчивый, хороший бренд, украинское вино, естественно, на базе тех славных традиций, которые были и в 19 веке, ну, естественно, в 20 веке. Вы знаете, я, ну, как бы, без ложной скромности могу сказать, что, наверное, в Украине может и есть, ну, думаю, что если есть, то мало людей, которые бы посетили столько шато и производителей в Европе и в мире, и, наверное, дегустировали такое количество вин вот во всем мире. Почему? Потому что так случилось, я когда работал в энергетике и так далее, очень часто я ездил в командировки во весь мир, там, оборудование покупали все, и я всегда старался один день, значит, потом вот уделить со своими коллегами энергетиками знакомление с производителями, с вином, ну, практически во всем мире. Мозель, Рейн, Бордо, Долина Луар, и все, вот это, это, я уже не, это, это все, особенно когда мы работали с Электросити де Франс, там, вице-президент, ну, как-то мы так подружились, не подружились, он такой, он страстный любитель вина, и он меня, когда он понял, что это интересует, он говорит, Иван, ну, что энергетика, давай за один день мы закончим, она и в Африке энергетика, вот я тебе это покажу, ему было очень интересно, естественно, я потом мы с Светланой Григорьевной очень ездили, как бы отпуск, мы, как бы, ни на моря не отдыхали, или мы всегда вот это вот путешествовали, в Испании, особенно, руководитель компании Юнион Финоза и двух банков в Мадриде, они выкупили виноградник в монастыре, и там и здание монастыря, там, это для них, они эту пятницу ждали, просто, все, и сразу на три дня едут, и мне было очень интересно посмотреть, когда руководители двух банков, таких крупных, руководитель энергетической компании Юнион Финоза, очень крупная, и вот они меня пригласили, мы поехали к ним, а там люди, которые смотрят за домом, работают, ну, такие тоже там испанцы, они все, значит, эти приезжают, мы переодеваемся, и все, они один равны, тот там охранником работает, тот работает на виноградниках, тот в другой метро доше, эти банкиры, все, уже ты не поймешь, кто кем работает, но самое интересное, потом я обращаю внимание, те там устают, эти готовят кушать, эти банкиры готовят кушать, там мясо на барбекю, расставляют тарелки, там, те приходят, садятся, это, это, это фантастическая такая атмосфера, и они одинаково общаются, одинаково философствуют, о жизни, об этом, это целое, это такая очень интересная, я им так по-человечески позавидовал, и вот такая атмосфера, но я, почему это говорю, потому что, как бы я, ну, очень знаком с этой ситуацией, там, я бы не преувеличивал значение общественных организаций в европейских странах, конкретно по, конкретно, вот по, как бы в странах, там, есть ассоциация, там, Гранд Грю в Бордо, они просто собираются посидеть и поговорить, они не влияют на политику, и вот эти, они, это, как бы клуб по интересам, без, без постановки вопроса, по влиянию на законодательство, и так далее, я тоже сначала думал, что вот они собрались, потом требуют, нет, это абсолютно не, это клуб по интересам, вот они собрались, есть там 20 производителей, там, Гранд Грю, вот, а что бы нам не собраться, обзвонили другу, и собрали, вот мы производили, давай о жизни, о детях, о этом, и наградные показать, и все, но там есть другое, чего я вот министру говорил, чтобы, что опять мы выдумываем что-то, и я просто объясню свою позицию, на ней есть другое, вот, когда приезжал, как бы он, вице-президент, там, ассоциации, их там, как-то называется, Франции, который, ассоциация производителей вина и оливкового масла, но, он владеет лабораториями, четырьмя или пяти, это Бордо и Прованс, который делает анализы для, по вину и по оливковому маслу для производителей, и как бы они, ну, он как консультирует, так и в конечном итоге, он как бы выпускает это все в торговлю. Это частные лаборатории, его лаборатории, но он включен в совет, который есть еще такие, которые по лабораториям, которые правительство Франции делегировало вот эти права. Нету государственных лабораторий, нету. Он получил лицензию от правительства, и он делает эту работу, государство ему дало право анализа и контроля, и давать да или нет, но за это, естественно, он несет большую ответственность, потому что государство его потом проверяет, и если он злоупотребил этой лицензией, значит, ну, уголовная ответственность, когда ты там останавливаешь бизнес, или там, я не знаю, взяток просишь и так далее. Вот это. Есть объединение Кианти-Виталий, где виноделы какого-то региона, собрались и сказали, давайте мы установим стандарты качества, потому что очень много разных. Тым-тым, и там виноградники покупают бизнесмены из Америки, оттуда, 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 каждый приходит, что-то себе делает, и говорит, это Кианти, и как бы зипсуют, испортят имидж. Говорит, нет, давайте мы себе выработаем стандарты контроль, объединимся, их там 50 производителей, если наши вина отвечают вот этим, там рисуем на этикетке петушка. Вот Кианти, все. Это значит, это вино членов этой ассоциации, и ассоциация проверила качество, и потребитель должен знать там, и они защитили это право, если это там петушок, значит, вино Кианти действительное, и оно проверено. Все. Больше никто не имеет права этого петушка на этикетке ставить, если кто-то хочет, вступаем в ассоциацию, принимая эти условия, этого будет контролировать, вот то, что мы сейчас хотим в рамках украинского бюро сделать. И так далее. Есть единственная организация, которая влияет на и отрабатывает политику законодательного виноградовства и виноделия, ну, насколько я знаю. Может, опять, я не претендую на истину, как бы, в последней инстанции, я говорю то, что я знаю по моему опыту. Это Европейский Совет профессионалов вина при ассоциации виноградных регионов Европы. Это 40 человек, которые видны виноделы, ну, авторитетные, эти самые, они выбирают активные. И вот они, Евросоюз, комитет по сельскому хозяйству отделения виноградовства и виноделия, когда принимает какие-то решения, как правило, отрабатывает, консультируется, советуется с этим Европейским Советом. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, они, это представители разных стран, и они, как бы, законы или директивы Евросоюза, она должна быть универсальной, потому что вдруг что-то примут хорошее для Франции и Италии, а для Испании это будет плохо. Вот это такой влиятельный орган, и вот это, когда меня избрали членом Европейского Совета профессионалов вина, я им говорю, что, ну, вы же небожители, а мы такие молодые, говорят, они узнали, что наше вино уже, как бы, в Лондоне, я говорю, это вы меня в счет будущих заслуг, наверное, на это приняли, и самое интересное, на первом же сознании обсуждался вопрос о фальсификации вина в Испании. Я говорю, подожди, фальсификация вина в нас, а при чем, как в Испании? Когда открылся, они объясняют, рынок России, рынок Украины, рынок Казахстана, и, понятно, много бизнесменов, дистрибьюторов шли, вот вы можете нам хорошее вино? Можем. Вот такое, а дешевле? Ну, можем дешевле, 5 евро, хорошо, 5 евро. На следующий год, а вы можете еще дешевле? Ну, мы купим миллион бутылок там, или сколько, ну, давай, по 3. Ну, мы подумаем, давай, они начали думать, начали делать по 3. А вы можете по евро нам продать, только чтобы это, так оно же, ну, ничего страшного там, ну, пока бренд, испанское вино, оно будет браться, или там, чилийское, или какое-то, и так далее. И вот это, как это все это делать, это вот эта ассоциация. Что касается Украины, значит, тут действительно, ассоциаций, много объединений, ну, и слава Богу, это называется общественная активность людей. Эти собрались, поговорили, те собрались, что-то зарегистрировали. Вот, например, у нас в Украинском бюро некоторые члены, они и той члены ассоциации, и кто, ну, и слава Богу. Это, мы собираемся на заседание бюро, что-то думаем, что-то говорим, они там собираются, это же, это не законодательные органы, это общественная организация, для, они участвуют в наших мероприятиях, в тех мероприятиях, чем больше будет, тем лучше. Но, естественно, там профессионалы, там знающие люди, и так далее. Естественно, у министра, учитывая, там, административную реформу, и так далее, и аппарат министерства сокращается, сокращается, низкие зарплаты, и там, ну, как бы, люди не сильно удерживаются, этот, если они находят какое-то место, они сразу уходят. А проблем много, задач много, и, естественно, министр обращается к этим ассоциациям, организациям. Понятно, что все считают себя главными, и начинают один одно, а другой, а этот такое, тот это, то, то, что вы слушаете меня, называется манипуляция. Вот все хотят манипулировать министром, его замами, и так далее. Ну, я правительству работал в трех, я уже это все знаю, как пытаются, и он говорит, подождите, ну, вы же одна водоросль, вот вы объединитесь, например, как, вот великолепно объединились там, автоперевозчики. Это хорошо, но и плохо. Там, типа, сахарники, там, или эти, которые по куриному мясу, по... Ну, есть такие, все скажут, такое лобби, мощное, не этот самый, но это, ну, хорошо, потому что они там работают, а плохо то, что они не самостоятельны в какой-то степени, они не самостоятельны. Вот есть, дано, дали задание хозяева, что это, и вот они, они выполняют какие-то, эти самые, какие-то задачи, и не всегда объективно и вот субъективно. Поэтому я говорил так, и говорю министру, товарищ министр, вы хотите сейчас собрать всех в одну ассоциацию и сделать его подразделением, бесплатным подразделением Министерства Аграрной Политики, типа, его финансировать не надо, но вы даете задание, они отрабатывают, готовят законы и так далее и тому подобное. Это ваше послушное, потому что этот руководитель, понятно, что это министр, значит, послушный и так далее. Позитив есть в этом, потому что это управляемое, это, ну, может быть эффективно. Но есть еще и негатив, что эти, они будут не самостоятельны, но это, это, вот это, это будет профанация, как бы, идеи общественной организации, де-факто это, де-юре это общественная организация, а де-факто это отдел или управление Министерства Гравной Политики. Это, это тоже понятно. Что я предлагал? Но, чтобы не слушать всех, я говорю, есть два варианта. И пусть они живут все. Есть создать какой-то или координационный совет, где руководители этих ассоциаций, они собираются раз-два месяца, они, как бы, обговаривают все проблемы, пытаются найти компромисс, единое мнение, и это единое мнение доводится руководителем, значит, этого, объединяющего вот этого органа, значит, министру. руководителя можно сделать по ротации. Один год руководитель этой общественной организации, второй общественной, третий, и так далее, и тому подобное. Вот это один вариант. Второй вариант, если, ну, как бы, это размыто, они не соглашаются, это сделать там украинский совет, конгресс, ну, я не знаю, какую-то, как бы, такую надстройку, типа, орган такой, который опять будет координировать работу, вот эти все остаются, и который будет, будет, как бы, опять же, обговаривать и доходить общее, как бы, решение вот этих проблем. И докладывается и министру встреча, и говорит, так, мы собрались, вот три вопроса, по этому вопросу мы нашли компромисс, и наше мнение вот такое, одно, а по вот этому вопросу у нас три мнения, мы нашли компромисс, а вы, товарищ министр, вам, вы наделены властью, Богом, государством, вы должны принять решение и нести ответственность за это решение. Потому что тут есть чуть-чуть лукавство, типа, а, вот вы собрались, вы все вместе, один сказал, все, тогда я не не... Ну, решение это принимает все равно министр, и он должен нести за это решение. Так он ответственность чуть-чуть перенесет на эту ассоциацию. Поэтому вот такая моя позиция, именно я поддерживаю то, что надо создать такой орган, который бы дал возможность всем обговаривать, не всем выходить на министр, на Верховный Совет, и если есть общая позиция, есть общая, если нет, говорить, да, в этом у нас нет позиции, а уже в высших интересах государства вы должны принять решение. Вот, вот и все. Предлагаю раз в месяц собираться, при необходимости можно раз в неделю, но и пусть ротация будет тот, который будет вести полгода руководитель Кучеренко, второе полгода руководитель Петренко, третье полгода руководитель Плачков, это уже детали, но главное вот такой принцип. Продолжение следует...